Добрый день! Сегодня у нас в гостях Владислав Олегович Атрошенко, российский писатель, лауреат премии «Правительство России в области культуры», лауреат литературной премии «Ясная Поляна» и литературной итальянской премии «Гринзани Кавур». Здравствуйте, Владислав! Добрый день! В прошлой программе мы говорили на тему очень интересную – «Гоголь». Вообще, духовность и какие-то прозрения в творчестве писателя – это очень важно, потому что многие люди думают так, что писатель сидит и ничего не делает. Что это за лоботрясы, которые там записаны, марают бумагу и так далее? Многие не понимают, что такая есть профессия. И сейчас даже ведь ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации в перечне профессии отсутствует понятие «писатель» как таковой. Ну, что на Западе имеется в виду «райтер», то есть человек, который создает тексты. У нас даже такого нет, к сожалению. Но, тем не менее, когда произносят слово «писатель» в России, то говорят, что, как говорил Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, то «писатель» – это что-то ого-го. Он должен быть либо с большой буквы, либо никакой. Ну, мы поговорили о «Гоголе», а есть еще один ваш герой, которым вы занимались очень серьезно, из Сухого Кобылин. Александр Васильевич, как у Суворова имя отчество, российский философ, драматург, переводчик, почетная Академия Петербургской Академии Наук. Что вас заставило обратить на него внимание? Потому что, когда мы с вами предварительно говорили, вы сформулировали идею нашей программы «Это гений и злодейство». То есть творчество и притворство, как говорил Пастернак, или, скажем, творчество и духовность, так сказать. И вообще духовный человек, особенно православный человек или христианин как таковой, он вообще имеет право заниматься творчеством? А не последует ли, как у Гоголя, за этим какое-то наказание? Вот Сухого Кобылина – это как-то очень необычная фигура. Почему вдруг вы им занялись, и что вы об этом можете сказать? Ну, вы знаете, это действительно фигура, которая потрясает судьба его, как будто бы, знаете, написанная самой жизнью судьба. И, конечно, самое главное, что тот вопрос, который стоит в связи с его судьбой – это возможно ли, возможно ли, что человеку, обладающий Божьим даром, создавать великолепные художественные творения, защищает ли Божий дар человеческую душу от злодейства, вообще от возможности совершать злодейство? Вот если ты талантливый писатель, талантливый драматург, талантливый художник… Имеешь ли ты право на преступление? Не то, что даже имеешь, а возможно ли… А, одно с другим, гений и злодейство совместимы ли? Да, возможно ли так, что Господь создает душу таким образом, что в ней одна часть души – это некая, значит, светлая и возвышенная, а другая часть просто в аду находится. Вот, понимаете, как бы, когда такие… Мы ведь можем эти вопросы решать только на примере судеб. Мы не знаем, возможно ли это или нет, мы не знаем, в конце концов, убил ли Александр Васильевич Сухову Кобылин или не убил свою гражданскую жену Луизу Элизабет Симон-Диман. Это вы сейчас запрыгаете вперед, речь идет о знаменитом деле судебном, которое потрясло весь XIX век и о котором очень много говорили и писали. И которое до сих пор, на сегодняшний день, остается, входит в сотню, я нашел на одном из криминальных сайтов, серьезных, американских, что это дело входит в сотню самых загадочных, нераскрытых преступлений человечных. Я хочу перебить вас, напомните, я забыл представить вашу книгу «В малой серии жизни замечательных людей». Это книга о Сухову Кобылине, как раз написанной вами, Владислав. И я-то знаю, что вы занимаетесь этой темой уже лет 20 почему-то, если не больше, потому что вы очень много давали интервью и так далее. Потому что, давайте продолжим разговор, потому что почему именно Сухову Кобылин все-таки? Потому что масса других примеров писателей, которые тоже как-то гений злодейства. Ну, потому что здесь настолько это проявилось ярко и отчетливо, что даже саму свою гениальную пьесу «Свадьба Кричинская», которая сегодня ставится по всему миру и вообще считается самой востребованной в репертуарах театров всего мира, потому что это действительно блестящая комедия, как ее оценивают специалисты и как это может оценить любой зритель. И вот эту блестящую комедию он пишет не просто как бы пишет и написал до того или после того, он ее пишет в момент, когда его обвиняют в убийстве. Он ее пишет в тюрьме на гаупвахте Воскресенских ворот, а до этого он начинает ее писать в Тверской полицейской части. А происходит все удивительно. Расскажите все-таки эту историю, потому что мы сейчас говорим о том, о чем многие читатели или телезрители не понимают, о чем мы говорим. Что произошло? Почему известный человек, добропорядочный, который, так сказать, влюбился, да, так сказать, и что там произошло? И вдруг его гражданская жена, как правильно сказать, да, вдруг она погибает, его обвиняют в этом убийстве. Что там произошло? Вы знаете, он знакомится, будучи молодым человеком, он знакомится в Париже с такой парижской магисткой Луизой Элизабет Симон-Диманш. Она приезжает в Россию, и они живут 8 лет в гражданском браке. Он не мог жениться на ней, потому что Сухаук Абылин не мог жениться на безродной парижской магистке. Он ее безумно любил, она его тоже любила, но он принадлежал к одному, просто к самой знатной фамилии русского дворянства. Его предок, боярин Андрей Кобыла, это был общий предок с династией Романовых. Это был тефтонский рыцарь времен Ивана Калиты, который перешел на службу Ивану Калите. И вот от Андрея Кобылы происходило 6 самых знатных фамилий русского дворянства, в том числе Сухого Кобылины. И, конечно, ни государь бы, никто, ни семья бы не одобрили такого брака, хотя он думал об этом браке. 8 лет они живут вместе, он снимает ей апартаменты в доме графа Гудовича в Брюссовом переулке, сам живет в своем доме. И через 8 лет ее в одну ночь, это случилось в ночь с 7 на 8 ноября 1850 года, она исчезает, а через сутки ее находят на Хадынском поле зверски убитой, с перерезанным горлом, избитую, задушенную убитую. Причем все драгоценности на ней, кольца, бриллианты и так далее. Сохранились. Да, что исключает версию убийства, значит, воровства, ограбления, да. А через несколько дней, через 5 дней после этого Сухого Кобылина арестована, потому что в его флигеле, где он жил, находят пятна крови. На стенах, на полу, находят пятна крови. И на него падает подозрение, что он убил ставшую ему уже ненужной гражданскую жену, потому что у него возник новый роман с замужней женщиной Надеждиной Рыжкиной. Вот такая была версия, первоначальная версия следствия. Но потом вдруг в преступлении сознаются крепостные. И они признаются в том, что они ее убили из-за того, что она плохо говорила по-русски. Они не могли потрофить, как они выражались, потрофить ей в исполнении приказаний. Вот она часто их наказывала, жаловалась на них барину. А барин был суров. И Александр Васильевич Сухого Кобылин, как вспоминали потом его крестьяне, их собрал один учитель в Кобылинке, в его родовом имении, в Тульской губернии. Он бивал из своих рук, как это тогда называлось. Барин бивал из своих рук. То есть он был суровым барином. И жалобы, естественно, приводили к наказаниям. И они решили эту магистку французскую просто задушить и убить. И вывезли ее на Хадынское поле. А почему же не ограбили? Могли бы взять что-то для себя. Вот. Потом следствие начало опять изучать эти материалы. И выяснилось, что нет. Следователи, прокуроры. Было много, было заседание в Московском надворном суде, заседание в правительствующем Сенате. Поэтому дело семь лет длилось. Семь лет. И оно качалось то туда, то сюда. Крепостные вдруг на суде сознаются, что они дали эти показания под воздействием, так сказать, физическим воздействием следователей. То есть их просто выбили из них эти показания. Вот. И они отказываются от этих показаний. Сухого Кобылина опять сажают в тюрьму. Опять начинается следствие. И версия о том, что убили крепостные, отвергается министром юстиции графом Паниным, потому что он не находит непобудительных причин. А самое главное, там не согласуется с материалами следствия. Я изучал это дело, все досконально. Сколько в общей сложности он просидел? Он сидел в общей сложности около полугода в тюрьме. Ну да, то есть не так много. Да, он не так много. Но он находился под следствием. Находился под следствием семь лет. То есть подписка о невыезде, так же, как и в современном уголовном процессуальном. Что ты говоришь, он сидел не очень-то в хорошей компании? Первый раз, когда во Флигеле нашли кровь, и его пришли, прямо арестовали, представьте себе, родовитого барина, крестника императора Александра I, потомка боярина Андрея Кобылы, владельца пяти имений в пяти губерниях России, чугуноплавильные заводы на Выксе. То есть это богатейший, знатнейший человек Российской империи был. То есть по нынешним временам, знаете, как олигарх примерно. И вдруг его приходят, и в его доме на Страстном бульваре его арестовывают. После того, как нашли пятна крови в его флигеле. И сажают к уголовнику. И сажают его, не просто к уголовнику, как он писал, об стену с ворами и безнравственной чернью. То есть он оказывается в самой жуткой грязной тюрьме, вот в тюремных камерах, это так называемые секретные комнаты полицейской части. Где вот просто с улицы, когда ловят воров, бандитов и так далее, бросают их туда, и вот его туда бросили. И там он, что поразительно, вот понимаете, почему этот вопрос стоит в связи с его судьбой, совместимость гения и злодейства, возможно это или нет. И там он вдруг, в моменты, когда над ним нависла угроза каторги, 25 лет, а кроме каторги, вы понимаете, еще это позор страшный, он начинает писать свадьбу Кричинского. Вот он пишет, это первые сцены, он пишет в тюрьме в Тверской... Комедию, заменит. Комедию. В начале была такая гаупвахта в Воскресенских ворот, там сидели дворяне-офицеры, ну такая офицерская гаупвахта. И там были условия, конечно, уже не такие же штуки, хотя это была тюрьма, это была тюрьма. И там он продолжает писать свадьбу Кричинского, и в 855 году он находится под следствием, идет заседание Сената, там прокуроры решают его судьбу. И в это время в Малом театре, в 28 ноября 855 года, идет премьера свадьбы Кричинского. Он присутствует на премьере, подсудимый, находящийся под подпиской о невыезде, под обвинением в убийстве, он присутствует на премьере. И грандиозный успех. Вот просто... Сразу прямо. Просто сразу. Такой успех, какого не знала... Потому что Борису Будунову не везло ни в оперной, ни в литературной варианте. А здесь сразу и оглушительный. Потом пошли следующие... Успех был такой, что Малый театр снял с репертуара на несколько месяцев все пьесы. Вообще все было снято, и ставили только свадьбу Кричинского. Каждый день? Каждый день. Что же... Нет, не каждый день, имеется в виду, один спектакль за другим. Все было снято, и через день, и каждый день шли спектакли. И за билетами была такая драка, что я читал в газетах, воспоминаниях современников и репортеров, что людей, которые взяли билет на свадьбу Кричинского, их в толпе передавали по рукам. Они не могли выйти оттуда. Потому что толпа осаждала Малый театр таким образом, что люди не могли выйти. А потом, когда в Петербург кела постановка, сам государь пришел на постановку, так же, как на Гоголевский ревизор. И государь был настолько потрясен этой комедией, что он тут же одарил перстнями, наградами актеров, исполнителей ролей. То есть, и дальше этот успех шел только по нарастающей. То есть, просто грандиозный талант. Все признавали, что это произведение. Причем, он же был дебютант. Он ничего до этого не писал. То есть, вот тюрьма оказалась для него вот таким катализатором. И, конечно, меня прежде всего интересовал вопрос, а что же было на самом деле? Да, и чем вообще закончилась семилетняя эпопея? Да, вот это интересный вопрос. Значит, чем закончилось? Семь лет длилось следствие. Его запутали. Ну, запутали его преднамеренно. Потому что человек богатый. И все понимали, следователи, которые вели это уголовное дело, они понимали, что это очень жирный кусок. И они специально вели материалы дела, как потом сухого кобылина. Обоюдо острое они делали дело. То есть, так, что его можно было качнуть и туда, то есть, обвинить крепостных, и сюда обвинить его. И, значит, они брали с сухого кобылина взятки. И вот одна из взяток, которую они требовали, это 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Это же ровные деньги. Да, просто представь, по тем временам это можно купить было 5 именей. Да, несколько именей совершенно верно. Когда Некрасов пролил в карты 47 тысяч, это говорили, что он уже мог... Это несколько деревень с крепостными. Несколько деревень с крепостными, да. Вот такие взятки требовали сухого кобылина. И, значит, дело было запутано. И когда в это дело уже вмешался государь, оно было представлено императором. Оно было сразу представлено императору, но он просто отметил у себя в журнале, что вот это дело есть. А уже когда оно разрослось, через 7 лет, когда туда уже были вовлечены около 200 свидетелей, я работал с подлинными материалами дела, дело Государственного Совета, оно сохранило все материалы, подлинные протоколы допросов, все. И когда дело разрослось, туда вовлечено было 200 свидетелей, все высшие сановники империи. То есть там свои резолюции делали все, от прокуроров правительствующего Сената до министра юстиции Панина, вот все-все, и через 7 лет уже просто матушка Сухого Кобылина обратилась к государине императрице, так, к государю, и государь просто дал такое указание министру юстиции Панину тогдашему. Прекратить? Да, закрыть это дело. Но Панин, он очень хитро сделал. Он верил абсолютно в виновность Сухого Кобылина, считал, что Сухого Кобылина виновен в этом преступлении. И Панин, когда закрывали это дело, он закрыл его со следующей формулировкой. Оставить в подозрении равно как крепостных, так и Сухого Кобылина. То есть дело было закрыто как бы за недостаточность улик, за недоказанностью, и вот это то, что равно. Одинаково. Но никто не реабилитирован. Да, никто. И фактически вот это пятно убийцы, пятно убийцы, оно навсегда осталось, в общем, на судьбе, на биографии Александра Васильевича. А что он еще написал, и что за история мистическая, связанная с гибелью его рукописи? Он написал еще после этого, после свадьбы Кричинского, он написал пьесу «Дело». Великолепная пьеса, где, как бы, там не его собственное дело, там другое дело, помещика некого, да. Но он проник вот за эти семь лет во всю вот эту… Судебную систему. Да, совершенно верно. Всю эту судебную систему, он ее изучил, как там берутся взятки, как за что. Он проник туда. Как, знаете, как сказал обер-прокурор сената Лебедев, такой был Костор Никифорович Лебедев, как он сказал, он про Гоголя прочитал мертв… Говорит, в дневнике пишет, прочитал Гоголя «Мертвые души». К сожалению, эти пародеры не знают нашей системы внутренней, ну, вот этой, чиновничьей. Так вот, появился человек, который узнал эту систему изнутри, и он написал вот эту пьесу «Дело». Это вообще она вскрывает вообще весь чиновничь. Ну, что-то типа «Ревизора», да? В чем-то даже сильнее, потому что она открывает… Она открыла публике все механизмы, значит, брания взяток, как они, как это обставляется, как взятки берутся, как даются, как вообще работает чиновничья машина на то, чтобы обогащаться. И это, конечно, страшная пьеса, абсолютно актуальная во все времена. А почему ее мало ставят? Странно, да? А вот странно, почему не было даже таблички на доме Сухого Кобылина, где он жил, там нету мемориальной таблички. Это тоже странно. Дом снесли. Ты не жил в Москве? Да, в Москве. Дом снесли, дом снесли. На его месте такой новорусский новострой сделали, такой фасадик похожий на его дом. Ну, в общем, на самом деле, вот эти его пьесы, особенно «Дело» и «Смерть Тарелкина», он потом еще третью пьесу написал «Смерть Тарелкина», они были неугодны ни ко двору, вот в советское время, в царское время. Вот эти пьесы просто открывали вот этот механизм чиновничьей жизни. А сгоревшие рукописи? А сгоревшие рукописи – это действительно какая-то… Это какое-то наказание все-таки. Как будто бы наказание, да, как и во всей его судьбе. Что-то видится, какой-то почерк проведения, да. Вот он всю жизнь занимался созданием философской системы, он гигелянец был. Написал у него, как он показывал одному студенту, который к нему приходил, он сказал, вот смотрите, вот этот шкаф – это все мои рукописи. Это был целый шкаф рукописи. И вот в Кобыленке в 891 году, по-моему, случился пожар, вот, и все сгорело. Сгорело все имение, сгорел дом. И даже, знаете, как одна крестьянка, там воспоминания она, значит, собрал, как я говорил, учитель местный, она говорит, что от рукописи пожар был, от самих рукописей. Говорит, когда пожар был, то, говорит, по деревне листов бумаги летело, просто, говорит, ужас, все небо было в листах бумаги. Вот представьте эту картину, да, огонь поднял вот эти листы бумаги, и вот все его труды, все пошло прахом. И все наброски там новых произведений художественных, все было уничтожено огнем. И вот сохранились только та пьеса, которую он написал под обвинением в убийстве, свадьбы Кричинского, комедия, и сохранились две пьесы, которые вот «Делай смерть Тарелкина». Так все-таки гений злодейства – совместимые вещи. Вы знаете, я все-таки убежден, просто глубоко убежден, что эти вещи несовместимы, и что Божий дар, дар искусства, он человека выводит вот из этих адских зон, где возможно злодейство. Понимаете, это то, что иначе быть не может. Иначе быть не может, потому что если только это так, то ничего не понять, не объяснить нельзя в этой жизни. Я думаю, что эти вещи несовместимы, но дело остается все равно нераскрытым и неразгаданным. И я, собственно говоря, это почему вы сказали в начале, почему я 20 лет продолжаю об этом думать и дописываю иногда какие-то новые вещи делаю, вот это издание новое, я там кое-что написал, потому что вопрос до сих пор для меня однозначно не разрешен с точки зрения самого этого дела. Хотя я убежден, как я сказал, что гения и злодейства – несовместные вещи. Один из критиков написал про вашу работу о «Сухого кобылине», что здесь раскрывается феномен и загадка русской жизни. Почему он так написал? Вы знаете, дело в том, что я… Это присуща, вот такая судьба «Сухого кобылина», она присуща, как это феномен русского человека, или это универсальный все-таки архетип такой? Вы знаете, у меня есть такая идея, и я даже на эту тему читаю лекцию, она называется «Четыре архетипа писательской судьбы в России». Вот эти четыре архетипа – это писательская судьба Пушкина, это вот дуэль и ранняя смерть писателя, да, то есть само событие, вот как дуэль, оно привело к ранней смерти, на подъеме творческих сил Пушкина. Вот сожжение второго тома «Мертвых душ» – это творческая катастрофа, то есть архетип творческой катастрофы в судьбе писателя, когда он вдруг не может завершить или совершить свой главный труд художественный. Потом уход Толстого из Ясной Поляны – это отказ, когда архетип тоже писательской судьбы в России, когда писатель отказывается от литературной судьбы, от литературы… Да вообще от всего. Да, в пользу чего-то другого, понимаете? Вот этот вот отказ, как у Толстого в пользу проповедничества и так далее. А вот четвертый архетип – это писатель и тюрьма. Вот когда тюрьма, значит, она либо ломает писателя, либо, наоборот, делает из него писателя. И мы можем вспомнить там в связи с этим и тюрьму Достоевского, и тюрьму Сложеницына. Да, 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 и Шаламов, и кто угодно. Да, да, да. Это огромное количество людей, которые прошли через это. Да, да. Писатели и тюрьма – это действительно какой-то архетипический вот такой… Обязательно должна быть тюрьма, или это какое-то другое, может быть, испытание? Не обязательно. Это столкновение, это, собственно говоря, столкновение писателя. То есть тюрьма мы берем так вот, знаете, правильно… Как вырывание из реальной жизни. Да, 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 это мы берем как условно. Это может быть столкновение вообще с репрессивной машиной, любой, чиновничьей, тоталитарной, какой угодно. Столкновение писателя с определенным механизмом… С механизмом несвободы. Да, механизмом несвободы. Он может быть разным. Это может быть и ссылка, это может быть и просто ограничение твоих творческих возможностей, возможности творить и так далее. То есть вот это «писатель и тюрьма» – это как бы условное такое. Для очень многих архетипических судеб. Ну и, конечно же, русскость, скажем, судьбы заключается Кобылина в том, что он же в итоге пришел к краху вся его жизнь. Он талантливый человек, драматург, философ, промышленник. Он ведь занимался благоустройством, земель, заводы строил. И в итоге все пошло прахом. У него не состоялась литературная судьба. У него не состоялась судьба промышленника, помещика. У него не состоялась судьба семьянина. Он дорожил очень своим родом. Он дорожил, что род сухого Кобылина. Но он не оставил потомков. Потому что его единственная внучка от дочери, которая у него вне брака родилась уже после смерти, Луизы Симоновны Димановича, она девочка в младенчестве умерла. И все, и род сухого Кобылина прервался. То есть он не оставил. Все прервалось. Прервался род. Прервались труды. Прервались все карьеры, которые он строил. Все разрушилось. И он, кстати говоря, но он не унывал. Что очень интересно. Когда он сидел уже в болье... Это когда он покинул Россию и переехал во Францию. Да. Он покинул Россию, уехал. Причем уехал без ничего фактически. Взял остатки, продал имени. И он сказал, что когда человек всего лишается... Еще глубокая философская мысль. Он сидел в кресле-качалке в маленьком домике на берегу Средиземного моря и говорил, что только теперь я понимаю, что я свободен. И вообще я понимаю всю суету вообще всей жизни. Что когда человек всего лишается, у него ничего не остается, он вдруг освобождается. Он действительно пришел к внутреннему какому-то покою перед смертью. Это вот удивительная судьба. Спасибо огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Владислав Атрошенко, российский писатель, лауреат премии правительства России в области культуры, лауреат многих литературных премий, наших российских и зарубежных. Еще раз спасибо вам. Всего вам самого доброго. Удачи в творчестве. Надеемся, что увидим хорошие результаты ваших трудов. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.